Мы читаем книгу «Труды Баль Суланова», 460-я страница «Мир в мире». Мы находимся в подзаголовке «Добро и зло оценивается согласно поступкам Личности по отношению к обществу». Прежде чем мы начнём рассматривать исправление зла, заключённого в роде человеческом, вначале нужно определить значение ниже следующих абстрактных понятий «добро» и «зло». Другими словами, давая действие или свойству определения «добро» или «зло» следует выяснить, относительно кого это свойство или действие является добром или злом. Чтобы понять это, нужно как следует усвоить ценность Личности относительно общества, то есть ценность индивидуума относительно его социума, за счёт которого этот индивидуум живёт и от которого он питается, как в материи, так и в духе. Действительность указывает нам на то, что у одиночки вообще нет права на существование, если он уеденится от общества, которое в достаточной мере обслуживало бы его и помогало ему в удовлетворении его нужд. И отсюда следует, что человек изначально создан, чтобы жить общественной жизнью. И каждый человек в обществе подобен шестерёнке, соединённой с другими шестерёнками, которые помещены в одну машину, где у отдельной шестерёнки нет свободы движения в смысле её собственной индивидуальности, ибо она участвует в движении всех шестерёнок в целом в известном направлении, делая всю машину, способной выполнять своё общее предназначение. А если в шестерёнке произойдёт какая-то поломка, то эта поломка не оценивается и не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестерёнки, а оценивается по её роли во всей машине и служению ей. Так же и в нашем вопросе. Мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное. Мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, которую он наносит обществу в целом, а не согласно самому его частному значению. Эти вещи ясны как день, как с точки зрения их истины, так и с точки зрения их добра. Ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Наносящий вред обществу имеет свою долю во вреде, а приносящий обществу благо имеет свою долю во благе. Ведь индивидуумы являются частью всего общества, и у общества нет никакой ценности и ничего дополнительного, кроме суммы индивидуумов, его составляющих. Выясняется, что общество и индивидуум одно и то же, и Личность никак не умаляется из-за своего порабощения обществу, ибо свобода общества и свобода Личности также одно и то же. И как они делят между собой благо, так же они делят между собой и свободу. Таким образом, хорошие качества и дурные качества, хорошие поступки и дурные поступки оцениваются только относительно блага общества. Эти идеи, конечно, высказаны при условии, что все люди целиком полностью выполняют свои функции в обществе, и они получают не больше, чем то, что им полагается, и не берут от доли своих товарищей. Однако, если часть общества не ведёт себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб. И нечего распространяться более о том, что известно и популярно. И сказанное до сих пор сказано только чтобы показать уязвимое место, то есть место, требующее своего исправления. И оно состоит в том, что каждый индивидуум должен понять, что его собственное благо и благо общества одно и то же. Итак, мир придёт к своему полному исправлению. Это значит, тот объясняет нам очень простым образом, что Творец из состояния абсолютно исправленного, бесконечного, он нас низводит до противоположного состояния и показывает нам все плохие вещи, которые только могут быть в связи между нами, и даёт нам возможность подняться к своему совершенству, тем, что мы налаживаем отношения между нами так, что каждый дополняет всех остальных. и именно с помощью таких отношений мы можем прийти к исправлению. И всё, что мы получим, мы получим раскрытие зла. Так. И это должно нам помочь, чтобы прийти к правильному соединению. И с помощью этого мы изучим, кто такой Творец. Потому что мы складываем себя таким образом, что восполняют друг друга, и тогда вот через это восполнение мы учимся тому, что такое Творец. Боре. Приди и увидь. Какова природа, каковы свойства, какова суть Творца, которого мы постигаем с помощью того, что мы складываем себя в такое лего из наших мыслей и желаний. Так что в итоге правильная сумма, правильное соединение наших мыслей и желаний, когда мы приходим к тому, что строим его, это то, что называется «Вы меня сделали». Мы этим вместе все постигаем его в полной мере. Внутренне. особым образом. Так что невозможно его постичь иначе. Поэтому он сотворил всю вот эту вот реальность из нас именно таким вот образом. Так что мы складываем себя друг с другом, помогая друг другу. Мы этим в сущности строим систему, которая называется Боре. Это понятно. Ты хочешь что-то спросить, Михаил? Баласулам пишет, он описывает состояние совершенное, когда общество и индивидуум то же самое. И тогда он говорит, что если все выполняют свои функции в обществе, это так. Да. А в конце он пишет, что уязвимая точка, чтобы каждый понял, что его благо и благо общества это одно и то же. Да. Потому что мы ведь в конечном счёте не делаем ничего нового. Нет ничего нового под солнцем, кроме нашего постижения, кроме нашего познания того, в чём мы находимся. То есть в конечном счёте маленький ребёнок, который складывает свои кубики, он не делает ничего, ну, конкретно ничего. Особенно вот только строить себя, свой разум, свой подход, как понимать реальность, из чего состоит эта реальность. Ну, реальность-то существует. Только он должен подготовить себя, чтобы понимать её, ощущать её, подступиться к ней правильно. Так мы можем понять, что благо общества и моё благо то же самое без того, чтобы работать с этим или мы должны работать, чтобы понять? Нет, без этого мы не можем. Ты же видишь из нашей жизни. Дети, если ты не даёшь им расти правильно, они максимум, в чём могут расти, это как, ну, зверюшки, животные. Ну, как там, маугли, который растёт в лесу. Ну, не больше того. Так как мы приводим всех к тому, чтобы заниматься благом общества? поэтому Творец разбил всех, перепутал всех, перемешал всех. Поэтому мы находимся в таком мире, который целиком связан. И мы как бы не хотим этой связи, не хотим быть настолько связаны. И каждый готов пожрать другого. И одна страна хочет пожрать другую страну. это с одной стороны. А с другой стороны мы видим, что всё равно, ну, а со стороны науки Кабала, мы видим, что это невозможно продвигаться иначе. Вот, чем больше мы будем продвигаться и будем развиваться, так что мы будем зависеть друг от друга. Сейчас критическое время, когда мы переходим из состояния, когда мы можем разрушать друг друга, к состоянию, когда мы не сможем жить друг без друга. Страны, страны не смогут. В этих есть вот одно, в других есть другое и так далее. И мы смотрим на страны, которые пока ещё могут как бы вести себя друг с другом, с помощью грубой силы. Нет, нет. Скоро они увидят, насколько они зависят друг от друга и что нет выбора, что все вещи, которые раньше они хотели всё это устанавливать, чтобы властвовать, но в принципе эта связь начнёт теперь властвовать над ними и руководить ими. И от безвыходности мы приходим к исправлению соединений. Получается, что человек, простой человек, не обязательно правительство там, он всегда может убежать в семейную ячейку, когда он говорит, мне в семье моей будет хорошо, и там я в порядке. Очень скоро он увидит, что такой побег отключает его от хорошей жизни. это будет возможность с правильной работой на другом уровне? Да, когда он поднимется над семьёй, даже над своей стороной и даже над человечеством для того, чтобы быть связанным и работать над Творца ради общей системы всех миров. Как придёт понимание, такая возможность вообще продвигаться в этом направлении? Дай Творцу поработать. Да не волнуйся, дай Творцу поработать. Ты же видишь, что мы делаем, мир продолжает вести себя, как это принято и так далее. И ты не можешь, мы не можем ускорить время. Как написано «Исраиль», тот, кто стремится к Творцу, ускоряет время. Это мы можем, но ничего другого. И мы находимся в поколении, уже в поколении исправления, последнего из поколения. Не волнуйся. Это вот просто скоро произойдёт. Ты же видишь, как мир заходит в различные, под различные давления, и Творец направляет нас прямо к цели. Хорошо. Ну, Киев. Раф, тут вот Бальсонам пишет о благе общества. Здесь возникает вопрос, а что такое благо общества? Благо общества это то, что общество будет соединено согласно закону природы ради отдачи друг друга, так, чтобы из этой отдачи отдавать Творцу. И тогда Творец облачается в общество, и общество поднимает себя до уровня Творца. и тогда это будет одно клей и один смет. Получается, что без вот этой смычки на Творца то нет никакого блага общества, но проблема в том, что общество же так не думает, оно о каких-то других благах вообще о себе думает. сейчас предсказано. Ну, если мы не собираемся объяснять и не будем объяснять человеческому обществу, что происходит, то продвижение будет только под ударами, только путём страданий. И поэтому нам нужно соединить, ну, хоть чуть-чуть добавить Путь Торы Путь Света. А иначе это, конечно, будут через войны, мировые войны, вещи страшнейшие будут происходить. И будет это всё очень долго с точки зрения времени. У Творца вообще в духовном вообще ничего не измеряется ни временем, ни движением, ни местом. Нет такого в духовном. Поэтому то, что мы действуем из-за того, что нам не хватает времени, в духовном этого нет. А мы всё время хотим поторопиться, торопиться, торопиться, чтобы успеть как можно больше. Но в духовном такого нет. И надо понимать, что если мы не сделаем то, что нужно относительно духовного, мы войдём в клепу, а это уже действия, которые связаны со временем, тогда это будет давить на нас, тогда будет война. Так, а в духовном есть как бы две, получается, формы? Одна идеальная соединённая, вторая разбитая в обществе? Ну, конечно, это то, что мы изучаем, что Творец изначально сотворил всё в виде гмартикуна, конца исправления, где свет бесконечности наполняет всё, светит всем. И это называется свет бесконечности, клей бесконечный, который находится в состоянии, так как Творец решил изначально захотел и сделал, потому что вообще, если можно говорить о начале Творения, что это кли, и он там что-то сделал. Ну, поговорим об этом потом. Это не очень просто так для восприятия, что нет понятия времени, начала, ни конца. Но мы когда действуем в силу отцу недостатка времени, относительно нас есть начало, конец, действие, разные состояния. Если говорить относительно общества какого-то конкретного, какой-то страны предположим, то можно сказать, что для этой страны есть форма, где она абсолютно разбита, разрушена под ударами, и есть форма, где она абсолютно соединена? Это меняется в процессе, который мы все проходим. Если ты говоришь о странах, о народах, то тут есть о многом, о чем надо поговорить. Мы это сделаем, может быть, вот в рамках этой статьи «Мир в мире», но поговорим об этом, поговорим. Это непросто. У каждого народа, у каждой страны есть свое время, своя цель, и вопрос, насколько она может бежать от своей роли, или наоборот, выполнять правильно, насколько раскрывает, не раскрывает свою роль и предназначение. Это проблема. Мы сейчас находимся не в истории, которую мы как бы прожили, а то, что нам предстоит. А нам предстоит объяснить всем, каково является последний вот этот этап, который нам остается. И что остается нам только одно – стремиться к объединению между всеми, где в этом объединении раскрываем связь между всеми, и тогда в этой связи раскрываем высшую силу одну для всех. И всё. Ее будет Кли и Свет как одно. Он один, и имя его едино. То, что так называется. Это понятно? Тель-Авив 3. Рав, что это за разбиение, когда человек не чувствует себя частью общества? Были когда-то люди, которые чувствовали себя частью общества? Нет, но раскрытие зла, то, что раскрывается, раскрывается в любом состоянии, какое бы ни было, только будет хуже. Никогда не было исправленного состояния. А все мы исходим из разбиения. Вопрос дополнительный об этом, если возможно. Когда мы говорим о разбиении Адама Решона, это когда были ещё до людей, которые ходили на двух ногах, как это на исторической оси? Нет, нет, нет исторической оси. Историческая ось, это как будто мы происходим от обезьян на биологические до уровня человека, пока не начинаем получать на человеческом уровне разные понятия от состояния Адама Решон. Это первый каббалист, который раскрылся 5800 лет тому назад. Что-что? Ощущение разбиения. Это с того момента, как появился Адам. Уже находится в нём разбиение, да? Да, да. Разница между животным и человеком, между обезьяной и человеком, как объясняет нам Арии, что есть промежуточное состояние между животным и человеком, и вот это промежуточное состояние это обезьяна. Это в учении 10 сферот есть в третьей части. ну и всё. Что-то ещё хотел спросить? Да, Раф, просто непонятно, что такое разбиение. Это просто заложено в людях. Есть человек в этом мире, есть у него уже ощущение разбиения. Да, да. Нет, нет, если ты говоришь об истории, это не раскрывалось сразу же. Происходило развитие семей. Люди объясняют об этом Бальсулам. Сначала это было в семьях, потом большие кланы, потом пока люди не потеряли связь между собой, то есть начало возникать место для раскрытия зла, раскрытия эгоизма. Может быть и здесь? Да, в этой статье. А, в этой статье? Ну, хорошо. Значит, мы скоро к этому подойдём. Это значит, что мы думаем в правильном направлении. Кабью семь. Здравствуйте, дорогой Раф. вопрос такой, что приходит сначала, хиссарон или намерение? Всё исходит из хиссарона. Если нет хиссарона, человек становится неживым или растительным или животным, но только когда у него возникают вопросы человека, человек, который спрашивает о высшей силе, который управляет его, который ведёт его к тому, стать человеком, подобным Творцу, через эт хиссарон начинает подниматься. То есть разница, это тоже объясняет Набальсулям, что разница между человеком и животным то, что человек стремится раскрыть высшую силу, которая над ним, Творца. Зачем я? Кто я? Ради чего я? И так далее. 5.31 Как это служит целетворение, что большинство человечества находится в неосознании законов природы? Какова выгода Творца от этого неосознания? Выгода Творца и выгода человечества в том, что мы должны раскрыть Творца и создать связь между Творцом и всеми творениями. И это всё является нашим выигрышем вот этого большого клея всего человечества, потому что объют этого клея настолько велико, что невозможно быть сейчас в связи с Творцом и почувствовать, что ты стремишься к Творцу. А объют слишком большой. А объют глупый, ничтожный, но не могут подняться над ним. Это как раз говорит о том, что мы находимся в последнем поколении. Нам надо понимать, что чем больше мы продвигаемся к исправлению Творения, то Творения, Творения, хотя нам кажется, что они развиваются, но они заходят в такие системы всё больше и больше эгоистические и такие ничтожные, ничтожные, презренные. А с другой стороны, есть давление, которое обязывает их прийти ко взаимной зависимости. Да, правильно, так и будет, так и будет. С одной стороны, давление, с другой стороны, как маленький ребёнок, который всё время хочет играться. Почему? Природа его заставляет. Испания один. Раб Якар, в связи с вопросом товарищей о том, что пишет Баль Сулам, что значит ощущать страдания общества и чувствовать его проблемы? Что это значит? я не знаю. Смотри, как ты это делаешь. Но в семье? Как ты разделяешь страдания в семье или радуешься в семье, так же должно быть и со всем обществом. Это зависит от меры твоего развития. Кабью 2. есть ли разница между Адамом решенным как система и Адамом решенным как человеком или это то же самое? Только более усиленное. да, это хороший вопрос. Есть Адам решен, который является системой, это то, что мы изучаем, это образ желаний, которые соединены так вместе, а есть Адам решен, это человек в этом мире, который достиг постижения этой системы, поэтому его тоже зовут Адам решен. Адам решен, это тот, кто постиг творца, который хотел его раскрыть, который соединил себя, насколько это возможно, со всем человечеством, а тогда это было 5800 лет тому назад. И он даже написал нам книгу «Тайный ангел». Что такое тайный? Это тайная сила, которая управляет миром и называется ангелом. Это то, что он раскрыл. У нас есть эта книга, и мы можем когда-нибудь даже почитать, что там написано. Хотя это очень так лаконично и не очень-то и понятно. Но можно почитать вместе. Все-таки это книга, которая написана тысячи лет тому назад. Интернет, женские вопросы. вопросы. Вопрос из Бразилии 3 написано, но в соответствии с мерой вреда, который он вредит обществу, как я могу вредить свои десятки и вообще всему кли. то, что ты не справляешься с тем отторжением, которое есть у тебя относительно подруг, относительно даже всех людей, это тот вред, который ты приносишь. из 538. Как через заботу о благе индивидуума выполняется благо всего общества, поддерживается? Общество это же в итоге, это те индивидуумы, которые хотят связаться друг с другом в единую систему. Поэтому пренебрежение связи каждого приносит разбиение в общество и наоборот. Чем больше хотят соединиться поверх тех различий, которые есть у каждого, это несет оздоровление обществу, подъем общества, сближение общества с Творцом. Это огромная задача, которая нам предстоит. И мы, именно мы, группы в Нейбарухе, мужчины и женщины, мы должны все-таки постараться так быть соединенными между собой. В соединении между нами там источник всего блага для каждого и для всего мира. продолжаем. Продолжаем на самом деле. И вопрос из Москвы 6. Как мы, мировой Кли, можем помочь человечеству произвести аккуратно этот переход? нам надо в первую очередь с самим быть так связанными. И тогда Высший Свет через нас подействует на все общество, на все человечество. И они даже сами начнут ощущать, что в них есть особое место между ними, что стоит отнести себя из того огромного количества несчастья, которое они ощущают, что может быть стоит соединиться с нами? Вопрос из Дароум. Я слышал на уроке сейчас, что раскрытие зла это то, что нас продвигает. Почему это приходит нам в такой малой форме? Обычно эгоизм себя хорошо чувствует. Раскрытие зла не происходит так по-малому. в малой степени раскрывается сверху, насколько мы способны его выдержать и проработать. Дальше. Всё? Последний вопрос из вредоговорящей группы. Вы сказали Михаилу, что нужно дать Творцу работать. Как просить Творца, чтобы ускорить время? Тем, что мы хотим изо всех наших сил приблизиться к Творцу, чтобы слиться с ним, чтобы отменить себя перед ним. Мы этим даем ему возможность работать. Михаил, а что ты хотел? Я хочу спросить об изменении в подходе, который человек должен пройти от себя к обществу. да. Это как бы не то, что даст хорошее общество. Это совершенно иной подход. Там что-то непонятно, что должен человек, какой новый подход он должен выработать для себя в жизни. Что не может быть, что в нынешнее время, и чем дальше мы будем продвигаться, что будет ему лучше, чем всему обществу в целом. Да, но если бы вы сказали мне сейчас давай сделай обществу хорошее, я бы сделал то, что я думаю и попытался бы убедить всех, что это хорошо делать. Не, ну в этом ты как обычный политик, что тебе вздумалось и ты думаешь, что это правильно, потому что я так думаю, да, а кто знает больше, чем я, то, что я хочу, тогда ты тут приходишь и на всех начинаешь давить. Понятно, так все и действуют. вопрос здесь, что значит во благо общества, то, что пишет Бальсулам, что он имеет в виду? Ну это именно то, что Бальсулам имеет в виду. А, что я должен думать, как я должен действовать? Научить их только одному, что объединение между всеми это высшее состояние, это высшая сила, это высшая ценность. И все, только объединение. А каким образом, не важно, только объединение между всеми, 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 чтобы все начали двигаться в этом направлении. Но ради чего? Ну, конечно, чтобы это было все на благо всех, а не на благо какого-нибудь диктатора или на благо какой-то власти. и что делать с ощущением, что объединение между противоположными и противоречащими друг друга приносит мне вред. Я чувствую, что это несет мне вред идти соединиться с кем-то, кто думает противоположно мне. Тебе надо объединиться в группы, которые уже готовы, и они говорят об объединении между собой относительно сути отдачи. Это все. Ты не можешь просто так ходить и искать где-то там на базаре с кем соединиться, а мы создаем группы, и они постепенно изучают принципы объединения, в которых мы потом уже складываем части Адама решенного в большем масштабе, пока не соединим его всего. Но в конечном счете у нас нет выбора. Нам понадобится реализовать этот подход, который, может быть, кажется тебе социалистическим, коммунистическим, демократическим, не знаю как. Ну, вы же знаете, насколько я против всех этих названий и ненавижу это все, эта демократия и все тому подобное. Потому что это получило все такое извращение, самое большое извращение и искажение. Ну, будем учиться тому, как это все делается. Хорошо. Ну, видимо, Марик хочет спросить. Давайте, 5-10. да, Раф, я хочу спросить что-то, то, что меня беспокоит все время, в последнее время. Когда мы начали читать статьи Шамати, там написана дата, когда написана каждая статья, там, в 41-43-м году, в это время весь мир находился во время Второй мировой войны, и Баал-Салам написал это духовное на будущее. Но мы помним, что до того, как он выехал из Польши, он так хотел писать, и никто его не слышал, и тогда он поехал в Израиль, и мир вошел в десятки лет страданий, десятки миллионов убитых. Мы сейчас находимся на уроке, вы, каббалист, говорите нам, что мы должны объяснить миру, что если мы не объеднимся, мы войдем в еще большие страдания, мы во время урока в это как-то включаемся, а после урока мы как шестеренки в механизме, и каждый в своих глупостях, как снова не входить в эти страдания, в десятки лет страданий. Напишите и поговорите об этом при любых возможностях, которые у вас возникают. Все равно это остается в воздухе, остается в сети, это влияет, вы даже не знаете как, вы не понимаете. И даже от того, что мы только даже думаем, не говоря, а уж тем более если говорим об этом, а уж тем более если пишем, и пишем так, что нас могут видеть много людей, да, да, для каждой, если мы пишем так, что люди проникнут с этим, а не то, что мы их отталкиваем, мы действительно производим огромные исправления этим. Ничего не поделаешь. И Баль-Сулям, и Добаль-Суляма, много каббалистов действовали, но не получилось, ну, если можно так сказать, то есть как бы у них не получилось в том, что они хотели, да, чтобы у них получилось, ну, да, ты ничего не поделаешь, и это путь исправления. А ты что думаешь, что я в другой ситуации? Нет. Что я не вижу, не понимаю? Нет. Но выхода нет. Мы обязаны продолжать. И все. Очень просто. Закрываем глаза и продолжаем. И даже наоборот. Открываем глаза, только уже другие глаза. Открываем и идём за нашими учителями. Михаил, продолжаем. Мы на 461 странице. Заголовок «Четыре свойства. Милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества». После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное свойство добра, по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели, и это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырёх свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывала до сих пор свой постепенный путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои руки и под свою власть, ибо тогда мы избавим себя от всей тяжести страданий, которые история развития записывает на наш счёт, начиная с этого момента и далее. Поэтому рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует знать, что они дали нам до сих пор. И отсюда мы узнаем, в чём нам можно надеяться на их помощь в будущем. Ещё раз заголовок. Четыре свойства — милость, истина, справедливость и мир в вопросах индивидуума и общества. После того, как мы хорошо узнали, что представляет собой желанное свойство добра по своему образу и подобию, нам следует рассмотреть способы и средства, находящиеся в нашем распоряжении, позволяющие ускорить добро и счастье. Четыре свойства существуют для этой цели, и это милость, истина, справедливость и мир. Этими свойствами пользовались все исправители мира до сих пор. Точнее говоря, с помощью этих четырёх свойств человеческое развитие, то есть власть небес, прокладывало до сих пор свой постепенный путь, пока не привело человечество в его нынешнее состояние. Выше уже написано, что лучше, чтобы мы взяли закон развития в свои руки и под свою власть, ибо тогда мы избавим себя от всей тяжести страданий, которые история развития записывает на наш счёт, начиная с этого момента и далее. Поэтому рассмотрим и обсудим эти четыре свойства, чтобы как следует знать, что они дали нам, что они дали нам до сих пор, и отсюда мы узнаем, в чём нам можно надеяться на их помощь в будущем. Вопросы нету. Тогда продолжим. Да, Михаил. Почему мы, может быть, мы возвращаемся немного назад, но здесь как раз непонятно, почему не дать Творцу продолжать делать свою работу, если он уже делает, почему мы должны это брать в свои руки? Мы должны быть партнёрами. Творец может делать всё уже в Мартикуде, нет никаких проблем. Для него это высшая сила, высший свет как раз разбивает колеи, как раз выстраивает его противоположным совершенству образом. И мы обнаруживаем себя, что мы существуем в мире, который целиком зло. Даже зло не очень-то раскрыто. Но постепенно мы раскрываем это зло в той мере, насколько способны исправлять его. и так мы находимся между двумя этими направлениями. Раскрытие зла, исправление, раскрытие зла, исправление, раскрытие зла, исправление. И чем больше мы поднимаемся, мы раскрываем больше зло, но у нас есть и сила исправлять его, пока мы не доходим до Гмартикуна, где там всё зло и добро соединяются вместе в средней линии, и мы уже начинаем понимать, ну и по дороге мы тоже уже понимаем и ощущаем, как и высшая сила, которая изначально создала эти две силы добро зло. Так если это возвращается, что раскрывается зло и есть исправление, что же мы должны делать, поскольку таково действие природы? Нет, нет, мы должны руководить этим исправлением, мы должны руководить исправлением, мы ускоряем время, мы не даем этим вещам произойти так, как они существуют, это и есть путь страданий для исправления, нет, мы должны опережать себя собою и вести человечество правильным образом, а не то, как оно раскручивалось до сих пор. а что будет иначе, потому что каждый раз, когда мы на самом деле это пытаемся сделать, вести человечество в определенных формах, это только мешает нам? Пример. Всё, что мы делали в мире, когда я видел, что было хорошо, делало только хуже? Ну, потому что делали это неправильно, всё это делали из эгоизма, ещё больше поднимались в эгоизме. Дай пример, когда хотели сделать что-то хорошее, правильное, что у них что-то там не получилось. То есть были такие примеры, но тоже для подготовки клея, но в принципе совсем нет, неправильно. В нашем мире никогда не приходили к такому состоянию, как мы, что у нас есть и понимание, и ощущение, и все данные, и много людей, которые пробуждаются, а это главное, множество людей пробуждаются к исправлению от безвыходности и из понимания, что невозможно иначе. Смотри, сам мир, смотри, куда он заходит, какое состояние, смотри, что происходит между странами, между людьми, сэкологией, да совсем, возьми всё, что угодно. Мы находимся перед раскрытием такого зла, которого раньше не было. мы сейчас в действии управляем миром, нашим объединением? Нет, ещё нет, но можем это сделать, ну, если у нас получится. Если получится, конечно же, дана возможность, но произойдёт ли это? Это зависит от того, будем ли мы исправлены, или же зависит только от нас? Но от исправления или постижения нашего? Да нет, постижение не имеет значения. Что такое постижение? Постижение больше, меньше, это вещи, это вся наука, хотя, может быть, и высшая наука, но исправление относится к объединению. И это то, что человечеству нужно больше, чем когда-либо, всему человечеству. Это раскроется, насколько весь мир находится в этом, и включается в это, и относится к этому, нуждается в этом. Всё. Ну, так, ты два раза почитал? Да. Хорошо. Так, что у нас тут есть? А, Нью-Йорк, четыре. Может быть, продолжить вопрос Михаэля. Истина, милость, справедливость и мир делают просто большой беспорядок в мире. А Бальслов говорит, какие мы можем хорошие свойства извлечь из этих понятий, и останутся вот эти хорошие свойства, и мы будем им пользоваться в правильном виде? Или же… Да, 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 сейчас будем учить, что мы должны делать с этими четырьмя свойствами, как управлять ими, чтобы привели нас к совершенству. Латин 7. Латин 7. Спасибо. Пожалуйста, немного элементарная. Спасибо, Раф. С Вашего позволения вопрос немного общий. Как мы можем объяснить всему миру с нашей стороны, что такое объединение? Что такое объединение? Дополнение друг друга, где каждый из нас является частью чего-то цельного и насколько мы соединяемся между собой, мы так как приближаемся к совершенной форме, можем раскрыть вот эту силу жизни. Представь себя, что у тебя есть человек, который вообще на части разорвало ручки, ноги и все остальное. И насколько ты можешь собрать эти куски. И у тебя получается, что все больше и больше этот человек возвращается к жизни, начинает функционировать. Это то, что нам нужно. мы еще не понимаем, что человечество, хотя представляется нам, что состоит из миллиардов людей, из сотен народов и наций, что в итоге это единый организм. И мы продвигаемся к состоянию, когда мы видим все больше и больше, насколько мы принадлежим к одному механизму, как мы зависим друг от друга. И что нам сегодня понятно, что если мы начнем обрезать связи между нами, мы к хорошему не придем. И оставаться в этих связях, поскольку они эгоистические и просто давят и толкают нас и убивают нас, можно так сказать, что эти связи это тоже зло. Тогда нам остается только одно. Вернуться к состоянию, когда мы оторваться друг от друга, мы не можем продолжить в этой ситуации, как сейчас, тоже не можем, а только исправлять связи между нами. И это позволит нам быть более связанными, взаимно, все вместе, в единую систему. В нашем мире нет недостатка ни в чем. Как только быть в единстве, в понимании, в объединении, это то, чего не хватает. И так что каждый может быть исправлен только при условии, что он находится в соединении, в правильной коммуникации с другим. И это нам нужно сделать. А вот это исправление называется исправление нашего эгоизма. И нам сейчас надо изучить это и научиться этому на собственной шкуре прямо по жизни. Вы же видите, как растет ненависть между всеми народами, между всеми, всем и каждым и страх. Да и ну да все. Ну остались жизни и возьмем все это. Но Кабала говорит сейчас о нашей жизни. Поэтому мы называемся последним поколением. Ну хорошо. Сафон 2. Рав, что боится потерять человеческое общество, если пойдет по пути объединения? Не может понять, что это нужно. Пока что ты же видишь, как все заняты силовым взаимодействием. Каждый хочет показать, что он сильнее другого, хочет навязать свое мнение другому. это то, что ты видишь, это то, что происходит. Так, по сути дела, страх потерять эту силу? Да. Потерять силу власти. Это проблема. А у нас нет в нашем сообществе. Нельзя бояться потерять силу власти. Наоборот, я хочу избавиться от собственной власти и соединиться с товарищами таким образом, чтобы отменить себя перед ними. Как Рабаш пишет в статьях о группе. хорошо. Ладно, я должен перейти к женщинам. Прошу прощения. Пожалуйста. Есть вопрос один от РУС-6. Должно ли бы понятие добро быть одинаковым для всех? Или у каждого есть свое понятие что такое добро? Нет, нет, в понятии добро все мы понимаем друг друг другу. мы близки друг другу. Есть единственное благо. Это власть Творца. Поэтому в плохом состоянии между нами разногласия в каждую секунду раскрывать другие вообще мнения. Но вот в этом понятии добра, чем больше мы заходим в это понятие добра, мы обнаруживаем, что это единственное понятие. Одно единое единственное, которое объединяет всех в таком виде, что это только одно. И поэтому весь мир выходит из понятия один и через биение снова возвращается, через расправление снизу, согласие нижних, осознание нижних приходит к тому же понятию единого. И то, что это мы должны объяснить сначала себе, а потом всему человечеству. Пока что всё. У Ибру-10 был вопрос. Иврит и иврит язычные десятки был вопрос. А это мужчины? Нет, нет, мужчины, но женщины. Ну ладно, пусть будут Ибру-10. Мой вопрос такой, если есть такой феномен, что ты отменяешь себя перед товарищами? И они раскрывают большую ненависть к твоей отмене? Ну конечно же да. Конечно да. Это не товарищи, это творец заделает. Если ты отменяешь себя перед товарищами, у тебя уже есть связь с Творцом. И то, что ты получаешь как результат этого, это ответ Творца и дает тебе возможность продвигаться дальше против вот этих вот соответственно этим негативным реакциям, чтобы ты поднимался все выше и выше без перерыва. Спасибо, Ров. Хорошо. А все? Ну если так, мы уже тогда не будем продолжать дальше. перед нами большая глава и непростая. Ну так, сделаем это завтра. И все-таки А, вот Ниф у нас, видимо, 5,3. Как согласиться с тем, чтобы потерять силу власти? Ну просто как маленький ребенок, который засыпает на руках у мамы, так ты должен заснуть на руках у группы. Это самая лучшая форма роста и правильного развития. И какая подготовка нужна для того, чтобы вот так вот заснуть? Важность группы, и именно в ней ты постигаешь замысел, цель творения. Это все. Спасибо. Спасибо. Ну, хорошо, Хаверин, на этом мы закончим. И, если так, продолжим завтра. Я очень рад тому, что мы в этом